В Ульяновске прозвучало одно из наиболее популярных музыкальных произведений 20-го столетия, кантата Кармина Бурана, Карла Орфа. На сцене Драматического театра имени Гончарова ее исполнили Московский государственный академический камерный хор Хурменина и Ульяновский государственный академический симфонический оркестр Губернаторский под управлением художественного руководителя и дирижера оркестра Андрея Данилова. Перед концертом состоялся наш разговор с художественным руководителем и главным дирижером хора Тимофеем Гольбергом. Здравствуйте, Тимофей. Каждое выступление Московского государственного академического камерного хора это для нас, для Ульяновска, это большой праздник, событие в музыкальной жизни региона. И мы очень рады, что теперь такие вот события у нас ежегодные. В прошлом году вы выступали с нашим Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром и в этом году снова вот у нас такая встреча будет. В этом году вы исполняете «Кармину Бурану», да, гениальное произведение Карла Орфа, «Кантату». Вот как происходил выбор произведения? В прошлом году тоже месса была, то есть такие значимые произведения. Вы знаете, наверное, «Кармину Бурану», потому что это одно из самых ярких и самых понятных и доступных сочинений, написанных для Большого симфонического оркестра, хора, солистов. Выбор принадлежит дирижеру, который, собственно, организовал наш приезд. Это Андрей Данилов, ульяновский замечательный дирижер, который и будет проводить этот концерт. «Кармину Бурану» — это абсолютно беспроигрышные надписные афиши, потому что все знают знаменитый хор О'Фортуна, с которого с вечности начинается «Кантата», и именно этим же номером, нота в ноту, повторяется этот номер, и «Кантата» заканчивается. Это как некая оболочка этой «Кантаты» и такой знак свыше, что от «Фортуны» мы зависим. Это очень яркое и узнаваемое сочинение, исполнение которого всегда праздник. Как давно эта «Кантата» в репертуаре хора, и насколько важно сейчас исполнение этого произведения? Все-таки за основу произведения положен средневековый текст. В репертуаре хора это сочинение уже очень давно, я думаю, что не менее 20, а может быть, даже 25 лет. Сочинение это действительно написано, тексты этого сочинения действительно написано очень давно, это, если не ошибаюсь, 13 век, эти стихи Буинского монастыря, которые нашли монахи, расшифровывали. Но дело в том, что нашли-то монахи, но в строчках нет ни слова про религию, про веру в Бога, хотя занимались этим таким хулиганским самоздатом, именно те, кто принадлежали к церкви и были в тесной связке своей жизнью с церковью. И они создали этот сборник, где поются песни о весне, песни о любви, песни, и тут целый раздел посвящен о гулянках в таверне. Там даже есть песня «Жареного гуся», чтобы было понятно, что это совершенно иное то, что, видимо, в такой очень закрытой их жизни и вере, вот что наболело, и хотелось вот сочинять, и находить, и издавать эти стихи. А если присмотреться сегодня, ну, в жизни каждого человека есть весна, в жизни каждого человека есть любовь, я очень на это хочу надеяться, и в жизни каждого человека есть и какие-то мирские удовольствия, скажем так. Тимофей, вы возглавляете хор художественным руководителем, являетесь дирижером, да, по-моему, всего три года, да? Это пятый сезон уже. Пятый сезон, даже так. А до этого почти 50 лет, во-первых, создал, потом возглавлял, руководил Владимир Николаевич Минин. Вы пришли в коллектив, вот уже как бы устоявшийся. Сложно ли было в лице все-таки руководить этим коллективом? Что изменилось после вашего прихода и в репертуаре, и коллектив изменился или нет? Вот расскажите об этом. Когда Владимир Николаевич передавал мне художественное руководство коллективу, будучи в замечательной не только физической форме, но и в замечательной дирижерской форме, потому что это и память, это и скорость ума, ну и, конечно же, физическое какое-то здоровье, он сказал, что время идет вперед, а мне уже 90 лет. Ему на тот момент было 90, а вот сейчас мы ждем его юбилея, в январе Владимиру Николаевичу должно исполниться 95 лет. И что в этом было сказано, что в этом было заложено? То, что нужно смотреть то, какой репертуар сейчас людям нужен. Что нужно искать репертуар в музыке новых композиторов, молодых композиторов. Да, это сложно. Да, конечно, Рахманиновых, но пока вот других не рождается, да, или Чайковских. Но все равно музыка развивается, все равно она идет вперед, и какой-то интересный поворот нас ожидает. Но этот поворот, наверное, суждено уже пройти молодым музыкантам, потому что очень много нужно искать и уметь принять нового. Сложность, я думаю, что преодолена, сложность перехода между руководством преодолена во многом благодаря самому Владимиру Николаевичу, потому что до того, как он мне передал коллектив, я три года работал ему, помогая. Я работал в должности второго дирижера, я помогал ему в подготовке его Владимира Николаевича программы, а также привносил какие-то небольшие сочинения в репертуар, и сам дирижировал их, и в том числе те, которые уже были в репертуаре. И потом это, наверное, в дальнейшем очень помогло, потому что я знал всех этих людей, хоть они в основном все старше были на тот момент. Как-то, естественным образом, менялся состав, потому что многие, которые понимали, что уже немножко не дотягивают до такого плотного графика, не соответствуют, и очень жалко было со многим расставаться, и они уходили. Приходили на замену многие энергичные. Но могу сказать, что сейчас у нас очень замечательный баланс среди артистов, потому что есть и, как вот я по чтениям назову, седые голые, даже есть такие, которые работают больше, чем я живу, работают в этом коллективе. Но они находятся в замечательной, в хорошей вокальной форме, и при этом распространяют ауру должного отношения к делу, и тем самым прививают молодым ту атмосферу, в которой должно происходить творчество. А репертуар сильно изменился? Репертуар, я бы сказал, что он не изменился, он расширился. Мы не можем забыть и не собираемся, и не хотим то, что уже было сделано. Это ни к чему. Это золотой фонд, это багаж. Как часто мы прибегаем к репертуару из золотого фонда? Достаточно часто, потому что на Бахе, Россине, Чайковском, Рахманине или, конечно, Сверидове на этом базируется вокальная форма и вообще ощущение хора как культурного целостного. Но, мне кажется, нельзя было не привнести музыку вот моего, одного из самых любимых авторов, Альфреда Шнитке. Нельзя было забыть вещь, которую специально для нас написал известнейший композитор, которого, к сожалению, не так давно не стал. Это Эдуард Николаевич Артемьев, который известен в своей киномузыке к фильмам Тарковского, Михалкова, Кончаловского. Он написал гениальное сочинение «Девять шагов преображения». Есть молодой питерский автор Илья Димутский, балеты которого с успехом идут в Большом театре. Хотя молодой человек, ему около 40 лет. Его балеты идут и в Европе, и в Америке, и в Австралии, и в Сиднее. И мы ему заказали сочинение, такое мистерию для хора. И тоже это сочинение есть у нас в репертарии. То есть мы и сохраняем базу, и стараемся найти что-то новое, потому что коллектив творческий не может стоять на месте. Гастрольная деятельность тоже сейчас в основном, наверное, по России, да? Да, сейчас в основном по России. Наши коллеги, оркестры делают первые такие, но уже уверенные шаги. Гастроли в Китай и в Азию. Я думаю, что скоро можно будет говорить о Южной Америке, но пока ситуация такова. Но зато мы осваиваем наши просторы. Я думаю, что в другом случае не было бы такого плотного графика, такого количества новых городов по России. Как Вы считаете, почему именно Вас Владимир Николаевич выбрал преемником? Ну, это вопрос, наверное, лучше адресать к Владимиру Николаевичу. Единственное, что я знаю, что Владимир Николаевич достаточно давно уже, когда ему исполнилось 70 лет, хотел найти преемника, и он уже находил. И это замечательные музыканты просто как-то не складывалось. То один переходил в другую профессию, в симфоническое держирование, у другого были еще какие-то дела и обязанности. И как-то так судьба подвела, что здесь оказался я. И какого-то другого объяснения, как знаменитого Фортуны, который Фортуна нас ведет в сочинении Орфа Кармина Бурана. Вот, наверное, здесь Фортуна была на моей стороне, наверное, вот так можно сказать. А первый раз когда Вы услышали хор Минина? Я думаю, что это было около 2005 года, потому что я в этом году поступил в музыкальное училище. Я еще толком не знал, что такое хор. И мы слушали пластинки, вот прям буквально тогда еще не диски, а пластинки даже. И я помню, в Минин московский камерный хор, красненький кругляшок, крутилось, с шипом таким, патефоны эти старые были, советские еще старые аппаратуры. И вот мы учились на уроках музыкальной литературы по пластинкам. Я, честно говоря, даже и не знал, жив еще Владимир Николаевич, и вообще, есть этот хор или нет. Но до того момента, конечно, когда позвонили и пригласили на концерт в этот коллектив. Это в каком году было? Это было... Дело в том, что в 2015 году я участвовал в конкурсе в Москве, и, видимо, удачно показался, и там Владимир Николаевич меня заметил. И в начале 2016 года мне позвонили из хора и предложили приехать и дать концерт с одной единственной программой, ну, так называемой «Смотрины». И уже после этого концерта Владимир Николаевич подозвал меня и предложил стать дирижером хора и, так сказать, его помощником. Это была первая ваша встреча, да, Татьяна? Да, да, это была наша первая встреча. И до нее, конечно, когда я разговаривал с администрацией хора, дали личный мобильный телефон, дали домашний телефон для обсуждения программы. Это было, конечно, что-то необыкновенное. А вы до этого где учились? Я учился в Нижнем и Новгороде, закончил в Нижегородской консерватории по классу хорового удерживания у Сергея Ивановича Смирнова и по классу оперно-симфонического удерживания у «Светлой памяти» Александра Михайловича Скульского. А вот сейчас с Владимиром Николаевичем вы общаетесь? Он приходит на концерты? Обязательно общаемся. Вот более того, сейчас у нас идет в Москве фестиваль к 95-летию Владимиру Николаевичу. И, конечно, и программу мы обсуждали. Так как в Ульяновск мы едем из Самары, Владимир Николаевич хотел приехать в Самару. До Ульяновска уже достаточно сложно ему было добраться в силу возраста, потому что такой переезд непростой по трассе. Но вот он просто приболел, ничего страшного, уже все в порядке. Он даже хотел приехать в Самару и поучаствовать в творческой встрече, и послушать концерты. А что касается московских мероприятий, он приходит на все крупные концерты, и мы можем после концерта обсуждать, что хорошо, что не очень, что нужно улучшить. А стоит ли данное сочинение оставлять в репертуаре? То есть Владимир Николаевич в роли такого верховного советника, но при этом он делает это очень деликатно и советует только тогда, когда за ним обращаешься. То есть в этом случае мне очень повезло, так что он мне на начальном пути уберегает от слишком резких поворотов. А планы хора на следующий год какие? Знаете, в России планирование достаточно плотное происходит у творческих коллективов на полгода вперед. Где вот на полгода вперед ты знаешь, в принципе, каждый день, что ты делаешь. На год вперед там уже и такие разовые мероприятия, какие-то гастроли, а на полтора там уже просто какие-то точки. На полгода вперед у нас достаточно важное дело – это закончить абонемент в Доме музыки. У нас появился абонемент спустя пять лет, потому что пять лет хор был без него, и там огромное количество интереснейших программ. Ну, конечно же, основное – это 95-летие Владимира Николаевича. Дай бог, все будет в порядке, и 24 января будут заключительные концерты этого мероприятия. И это, наверное, центральное событие данного сезона. Есть несколько поездок, должна была быть поездка в Киров, есть поездка в город Курган. Наверняка мы опять появимся во Владимире, в Ярославле. Это то, что рядом с Москвой. В общем, всегда появляется все, особенно сейчас, когда сложно планировать. Ты не знаешь, что ты завтра будешь делать. Появляется бывает такое, что за два месяца даже уже поездка. А поездка – это же билеты, отели и так далее. То есть чуть-чуть сузился у нас, сузился горизонт планирования сейчас такая ситуация. Но все-таки план вы составляете, там все равно крупные обозначаете. Конечно, без этого никак, потому что мы должны как минимум петь 54, если не ошибаюсь, концертов в год. Такое есть госзадание. Поэтому от этого никуда не денется. Спасибо большое, Тимофей. Желаю успехов, удачи. А Владимиру Николаевичу, конечно же, крепкого здоровья. И дай Бог, чтобы все прошло у вас хорошо. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Спасибо.